Ребята всем привет, сегодня вы увидите обзор замечательной игры Doom Eternal. Сердце Doom Eternal, механика прошлой игры, если смотреть со стороны, нововведения можно и вовсе не заметить. Doom Slayer также носится по условным аренам, резво переключается с одного оружия на другое, рвет демонов в эффектных добиваниях, режет их бензопилой, собирает разбросанные по углам ресурсы. Эта механика как раз то, что делает предыдущую Doom идеальным шутером, все еще работает, только в действительности с ней все несколько сложнее. На мой взгляд, два главных нововведения, упомянутый мясницкий крюк на двустволке и Dash, который ID до этого удачно протестировала в Rage 2. Оба приема отвечают на вопрос как вы двигаетесь. Движение в дом, жизнь, перемещаться по локации грамотно, осмысленно крайне важно. И вот крюк позволяет быстро ворваться в скопление врагов, а Dash помогает моментально убраться оттуда, если стало чересчур жарко. Ценность этих приемов в деталях. Крюк цепляется за любого черта, в том числе и запарящих над землей как и демонов, то есть при должном умении существенную часть битвы можно провести в воздухе, перемещаясь между энергетическими трамплинами и летающими врагами. К тому же, когда главный герой летит к демону, за которого зацепился крюком, время замедляется, что дает возможность передохнуть и продумать следующие шаги. И не следует забывать, что крюк есть только на двустволке. Отдельное удовольствие, подлететь к противнику вплотную и нажать на спусковой крючок, наслаждаясь джипсами, летящими в лицо. Dash же очень помогает в сражении с пинки и демонами, у которых есть атаки по площади и прыжки, например, рыцарями и баронами ада. Да и просто придать герою ускорение тоже можно с помощью дека, чтобы, скажем, молниеносно добраться до мигающего врага и провести добивание. Остальные нововведения, впрочем, тоже важны, они помогают контролировать происходящее на разных дистанциях. На расстоянии полезна разрывная бомба и креограната, первая разносит в клочья небольшие группы слабых демонов, вторая замораживает тех, кого сложно поймать в прицел. А в ближнем бою Doom Slayer теперь умеет бить кровавым ударом, это как обычный удар кулаком, только гораздо мощнее заряжается он от добивания и реже, особых ресурсов, которые иногда есть на аренах. Кроме того, ближе к финалу герой получает горнила, энергетический меч, разрубающий и убивающий любого, любого демона с одного удара. Кроме боссов, конечно, работает он на энергии, и ее можно подобрать на уровнях, как и топливо для бензопилы. Распилить демона – все еще лучший способ восполнить патроны, ведь просто на локации их никогда нет в нужном количестве. Зато с тела распиленного черта, даже самого хилого, припасов валится много. И это, конечно, уловка, такая иди побуждает сокращать дистанцию, даже если вам очень не хочется. Во-первых, нужны патроны. А во-вторых, вас все равно настигнут, дайте достойный отпор этим тварям. На ту же идею работают кровавые, запредельно жестокие добивания, после которых из врагов сыпется еще больше здоровья, чем обычно. На нее же работает и новый апгрейд – наплечный огнемет. Только он выбивает из демонов нездоровье, а броню, ядовито-зеленые ресурсы падают на землю все то время, что монстр полыхает. И последнее важное нововведение Doom Eternal, связанное с битвами, слабости противников. Каждый из них все еще крайне опасен, но многих можно убрать за секунды, если знать как. Ревенант побежит в неуверенный ближний бой, если отстрелить ему на плечные ракетницы. Манкубус сдаст, если снести огромные пушки с его рук. Как и Димон станет уязвим для моментального добивания, стоит скормить ему бомбу. Пинки бессмысленно палить в бронированный лоб. Однако, если его заморозить или вовремя использовать дэш, чтобы монстр врезался в стену, можно без труда обойти его и оторвать хвост. Тот факт, что у врагов есть слабости, здорово работает в связке с апгрейдами оружия и режимами стрельбы, которые эти апгрейды открывают. Прокачали дробовик, и открыли бомбы-липучки в качестве дополнительных патронов. Они с забавным чпонг прилипают к пушкам арахнотронов, огромных мозгов на железных лапах. Одной бомбы хватит, чтобы лишить монстров самого ценного. Улучшили ракетницу, и получили возможность запускать с таргет локом сразу три самонаводящиеся снаряда подряд. Полезно, если цель все время мечется из стороны в сторону. Вложились в автомат, и установили оптический прицел, с ним удобно стрелять по головам. Почти у каждой пушки по два альтернативных режима стрельбы, и самое крутое, что переключаться между ними можно одной кнопкой во время боя. Это лучшее, что можно было придумать, учитывая скорость, с которой все вытенул и происходит. Очень просто было все эти элементы, и старые, и новые, объединить не так, как следует, и получить шутер, где много всего, но ничего не работает. Про итенул такого не скажешь, с точки зрения боевого геймплея это перезапуск Doom 2.0. Игра с безумно сложной, но идеально сбалансированной механикой. В ней Doom Slayer гоняет по аренам Горгули и чертей, кружит вокруг неповоротливых манкубусов. В последний момент уклоняется от тарана пинки, взлетает в воздух, зацепившись крюком за Кокодимона, и затем обрушивается на шестиметрового барона Ада. И когда все демоны вокруг мертвы, возвращается в Твердыню Рока. О том, что Твердыня Рока – огромная космическая станция в виде средневековой крепости, это хаб, стало известно до релиза Этенул. И когда ты в 2020 году говоришь хаб, многие вспоминают игры-сервисы, а в случае с новой Думу фанатов подгорело еще и от слухов о микротранзакциях. Удивительно, но Этенул не похоже на сервис, да и микротранзакции в ней нет. По крайней мере, пока что там будет в будущих обновлениях, сложно сказать. Твердыня Рока – это пристанище Думслейра, куда он стаскивает трофеи, фигурки, винил с музыкой из игры ID, и откуда отправляется на битвы с демонами в разные уголки земли и не только. Еще в Твердыне полно разных секретов и запертых в начале игры комнат, куда можно попасть с помощью особых батарей, их тоже предстоит искать во время миссий. В этих комнатах – ресурсы для прокачки костюма, оружия и навыков. В Твердыне Рока расположена и комната главного героя, набитая отсылками буквально ко всему, что может прийти вам в голову. Шкаф с прошлыми играми ID, стеллаж с оружием ПК с самой первой Дум, в нее реально можно сыграть и пройти целиком. И даже гитары, судя по всему, Думслейр не только фанатеет от Рока, но и сам порой играет что-нибудь адовое. Словом, Твердыня – это никакой не хаб в том смысле, которого вы, возможно, боялись. Это просто способ передохнуть и поискать фансервис. Кроме того, это удобный сценарный ход. В Дум и Теннел нет побочных миссий. Из этой цитадели на орбите Земли можно отправиться только на сюжетные задания, которые забрасывают Думслейра то в Арктику, то в какой-то древний, покрытый зеленью средневековый город, то в ад, то на Марс, то в места, о каких вы и не думали. Короче, увязать это все в цельное путешествие с последовательной географией нереально. Поэтому Твердыня – это в том числе и логичная связка между очень разными по дизайну локациями. Сами локации – мощнейший ответ тем, кто критиковал Дум-2016 за однообразные декорации. Где бы вы ни рвали демонов на куски, вокруг будет красиво настолько, что уходить не захочется. Разрушенные высотки на земле, величественные дворцы забытых городов, адские заводы для переработки людских душ в преисподней. Да, даже ад здесь красивый, тесные коридоры высокотехнологичной станции на Фобосе. И общие у них только почти безупречные, понятные и запоминающиеся дизайн и архитектура. Особенно хорошо Уитенал получается с секретами, ими часто машут перед носом, показывают занерушимой дверью, и отдельная задача – найти к ним дорогу, что всегда выливается в еще одно небольшое приключение. Почему же тогда почти безупречные? Потому что иногда возникает вопрос, куда идти дальше. Ретко, но бывает. Гораздо чаще перед Дум-слеером возникают платформинговые секции, о которых сдержанно отзывались в превью. Нет, к релизу удобнее они не стали. Иногда герой почему-то не цепляется за стену, хотя вроде бы должен, иногда он пролетает мимо нужного выступа, хотя вроде бы не должен. Не исключено, что это лишь моя проблема, рассказывайте о своих впечатлениях, когда поиграете. Даже если принять платформинговые секции за недостаток, оторваться от Дум-Итенал невозможно даже в те моменты, когда по 20 раз пытаешься запрыгнуть по перекладинам куда-нибудь повыше. Невозможно во многом, из-за сюжета, да, сюжета, его в новой игре гораздо больше, чем в предыдущей. Айди, как и обещала, в несколько раз увеличила масштаб событий, окончательно сформулировала вселенную Дум и довольно подробно прописала ее в кодексе. В нем, именно история мира и фоновые события, сюжет самый Итенал круто подается через код-сцены. И да, студия ответила на большинство вопросов, которыми фанаты задавались после перезапуска в 2016-м. Так что если вы играете в Дум ради сюжета, то в этот раз и о вас позаботились. Дум Итенал – прекрасная игра, которая, впрочем, не заменяет собой Дум 2016 года, но дополняет ее и многое делает иначе. Ставка, судя по всему, и была на это, создать игру, которая расширила бы историю серии, а не переписала ее с нуля. Итенал с этим отлично справилась, теперь жанру и склеп никакой не нужен.